Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами очень интересная тема, тема детского горшка. Сегодня будем говорить о том, как и когда лучше обучать ребенка ходить на горшок. Помню, моему ребенку еще не было года, как я получала от вас огромное количество сообщений и вопросов по поводу того, когда я планирую обучать своего ребенка ходить на горшок. И мой ответ всегда был неизменным. Самое раннее это полтора года. Многие ужасались, но оно и не мудрено, потому что наши мамы, наши бабушки намечно рассказывают о том, что мы уже в год и в три, в год и в четыре, а самое позднее в год и шесть уже самостоятельно ходили на горшок, пели песни, разговаривали, ну и в принципе строили планы на свое светлое будущее. Понятное дело, это было обусловлено традициями того времени. Детей достаточно рано сдавали в ясли, но в наше время все это происходит намного позже. И изучая этот вопрос, я для себя открыла, что на самом деле на Западе чаще всего детей начинают обучать ходить на горшок не ранее двух лет. Это уже реально тогда, когда ребенок достаточно осознанный, когда он уже в принципе даже может тебе сказать о том, что он хочет на горшок и может для себя более того и выбрать как горшок, так и трусики, которые нравятся ребенку больше всего. Ну да ладно, это я забегаю сильно вперед. Мы живем в России, а в России принято детей начинать обучать ходить на горшок приблизительно в год и шесть, может быть даже немного раньше. Многие также детей высаживают уже с самого младенчества, но эту тему мы касаться не будем, поскольку я так не делала, поэтому в нашей семье эта история, ну как бы она не актуальна, следовательно, по поводу нее говорить не буду. Для нас я выбрала горшочек Baby Burn, это горшочек со спинкой и с подлокотниками, то есть это горшок сидения, который позволит ребенку сидеть на горшке то время, которое необходимо. То есть этот горшок очень эргономичный, очень удобный, на нем не затекают ножки, ребенок может облокотиться на спинку, может облокотить локти на подлокотнике, следовательно, если ему нужно провести немного больше времени на горшке, он спокойно и комфортно это может сделать. Плюс ко всему, этот горшок очень стабильный, благодаря силиконовой прокладке с нижней стороны горшка, он очень стабильно стоит на поверхности и не сдвигается. Также он оснащен действенной системой против брызг, ну это, собственно, и поможет нам оставить в горшке все, что в горшке должно остаться, а не разбрызгивать все это по полу. Ну и, конечно же, когда ребенок сходил в туалет и нужно утилизировать содержимое горшка, то здесь есть очень удобная вставка, которая поможет маме или папе максимально удобно это сделать. Также пластмасса, из которой сделан этот горшок, она не содержит бисфинол А, то есть для детей она безопасна, и эту пластмассу полностью можно утилизировать. Ну и, конечно же, стоит обратить внимание и отметить прекрасный дизайн горшков Baby Burn. Для меня это, конечно же, большая-большая радость. Поэтому, собственно, мой выбор пал на горшочке Baby Burn. Понятное дело, что есть в магазинах и намного дешевле варианты. Можно купить любой горшок, тот, который вам, вашей семье и вашему ребенку подходит наиболее всего. И лично для меня выбор горшка – это был такой первый и физический, и моральный шаг в подготовке, обучении моего ребенка горшку. Дальше я начинала изучать вопрос, с чего вообще стоит начать. И, конечно же, в ребенке нужно увидеть некоторые признаки того, что ребенок готов идти в туалет. Западные специалисты и мамочки, которые проходили через этот процесс, они, конечно же, обучают своих детей намного позже, чем мы. Как я уже упомянула, это минимум два года. И поэтому, если обратить внимание на их рекомендации, то там будет говориться о том, что ребенку нужно позволить выбрать свой горшочек, ему нужно позволить выбрать те трусики, которые ему нравятся. С ним нужно по этому поводу общаться и, в общем, морально готовить ребенка к этому шагу. И понятное дело, что такой ребенок, он уже может подавать первые признаки того, что он готов, в принципе, обучаться ходить на горшок. Наши детки, они младше двух лет, то есть мы начинаем с полутора лет, ну, допустим, возьмем такую среднюю цифру. И, конечно же, чаще всего в такой манере с ребенком этот вопрос ты обсудить не сможешь. Но, что мы можем сделать? Мы можем следить за ребенком и искать первые признаки того, что он может быть готов к обучению ходить на горшок. Первое. Это то, как он реагирует на полный подгузник. Детки, которые уже готовы ходить на горшок, они начинают испытывать неприязнь и неприятные эмоции в тот момент, когда у них полный подгузник. То есть, если они покакали или они пописали так много, что подгузник стал полный, неудобный, тяжелый и, может быть, создает некое раздражение. И ребенок уже начинает родителю, можно быть, жестами, пальчиками, ручками указывать, взглядом даже указывать на подгузник и пытаться его снять. Также, например, если ребенок купается или он бегает по дому голышом, то он может проявлять особый интерес к процессу ПИПИ. То есть, например, если он видит, что у него происходит мочеиспускание, то он обращает внимание родителя на этот процесс и усиленно следит за тем, что происходит. И у родителя может в этот момент сознаться впечатление, что ребенок пытается понять, может ли он контролировать этот процесс, что с ним происходит. Конечно же, чаще всего этот процесс вызывает большое веселье и смех, но самое важное, за чем нужно следить, это интерес ребенка к этому процессу. Мой ребенок слишком маленький, конечно же, чтобы с ним этот вопрос обсуждать, поэтому я планирую взять как минимум 2-3 недели, когда в нашей семье мы знакомим ребенка с этим процессом. Первое, что мы делаем, мы поместили его горшок в наш туалет. Еще есть такая рекомендация, если семья может себе позволить и, в принципе, считает допустимым, разместить детские горшочки в каждом помещении своего дома. Ну, как минимум в туалете, на кухне и, например, в детской комнате. Для того, чтобы с ребенком обсуждать этот вопрос, чтобы указывать ему на этот новый предмет, чтобы сажать ребенка и потихонечку начинать ему рассказывать, что это горшочек. В горшочек, значит, мы отправляем пипи и кака, и, следовательно, туда ты будешь ходить для того, чтобы писать и какать. Второй подготовительный момент – это может быть литература или мультфильмы, которые мы ребенку можем показывать на тему горшка. В нашем доме мы большие фанаты книг, и по большей части мы ребенку показываем книги. Конечно же, также есть мультики, которые я Рэму показывала на эту тему, но чаще всего мы с нашей полки достаем книжечку, и это конкретная книжечка, которая называется «No more nappies», то есть никаких больше подгузников в переводе с английского языка. И вот эта книга как раз-таки рассказывает про девочку и мальчика Милли и Мо, которые учатся ходить на горшочек. И здесь как раз-таки здорово, что вся история начинается с того, что они могут снять свои подгузники, то есть эта книга интерактивная, ребенок также может здесь двигать деталями и тоже играть с этой книжкой. Дальше они с папой вместе идут в магазин, и как раз-таки там Милли и Мо выбирают свои трусики, каждый свой горшочек, потом они садятся на этот горшочек, пользуются туалетной бумагой, пользуются влажными салфетками для рук. Здесь также есть информация о том, что делать, если, например, произошли непредвиденные случаи, например, когда ребенок без подгузника, он описался или обкакался, и, в общем, здесь также рассказывается, что не нужно переживать, все это дело поправимо. И заканчивается книжка тем, что Милли и Мо, счастливые и довольные, освоили новый навык и ходят в туалет. Что здесь здорово, что внизу каждой страницы также для родителя есть пометки и советы, рекомендации, как нужно себя вести в том или ином случае и как помочь ребенку готовиться, и потом уже начинать ходить на горшочек. Следующий шаг, который также может помочь обучить ребенка ходить на горшок, это показывать ребенку, как это делают родители. Конечно же, этот вопрос очень-очень деликатный и очень такой, ну, приватный, наверное, и он ни в коем случае не означает, что все, сейчас у родителей нет никакого личного пространства, и ребенок будет врываться в туалет каждый раз, когда родитель туда пошел. Абсолютно нет. Здесь есть определенное количество раз, и родитель исключительно решает, когда он ребенка приглашает в туалет вместе с этим. В те моменты, когда один из родителей пошел в туалет и ребенка с собой не позвал, то второй родитель ребенку объясняет, что либо мама, либо папа сейчас пошли в туалет, и тебе нужно подождать, пока человек, в общем, свое дело завершит. И таким образом мы также обучаем ребенка, что все-таки этот процесс, он приватный, и каждый человек должен иметь личное пространство и в туалет ходить один. Понятное дело, для ребенка этот момент наступит немного позже, когда он подрастет и когда уже процесс обучения будет завершен. Если для родителей неприемлемо ходить вместе с ребенком на горшок, можно использовать игрушки. Можно просто брать его самые любимые игрушки, куклы, и высаживать их на горшочек, в том числе и на детский горшок, и показывать. Что куколки ходят в туалет, пи-пи и кака. Кстати говоря, есть также игрушки, которые реально это делают. Если говорить также про книжку, которая у нас есть, здесь также, вот где Мо сидит на горшочке, он читает книжку, и здесь он, в общем-то, тоже изучает, какого размера какашечки у какого животного получаются. Это тоже может быть забавно на животных показывать, что все ходят в туалет, и каждому нужно научиться это делать. Когда уже ребенок готов реально обучаться, родителям нужно высвободить время. Как минимум две недели не планировать лишних мероприятий, и планировать оставаться максимальное количество времени в доме, для того, чтобы следить за ребенком и помогать ему обучаться. Когда мы начинаем обучение, нужно делать несколько вещей. Что планируем делать мы? Первое, это очень много питья. То есть, усиленно предлагать ребенку пить, может быть, даже можно приготовить ему более вкусное питье, например, компотики, молоко, натуральные лимонады, свежевыжатые соки, для того, чтобы ребенок хотел больше пить, и для того, чтобы он ощущал большую нужду ходить в туалет. А также следует подумать о том, как в доме приемлемо обучать ребенка. Например, можно ребенка пускать бегать по дому просто глушом. Если у вас в доме немного ковров, немного мебели, или вы можете, например, постелить полотенце, и, в принципе, максимально прикрыть мебель, которая может быть испорчена мочой, либо детскими прочими испражнениями, то тогда ребенка можно отпускать бегать по дому голышом. И пусть он делает свои дела тогда, когда, в общем, он их делает. Просто нужно будет его ловить. Второй вариант. Можно на ребенка одевать одежду. Без подгузника, конечно же. Это могут быть колготки, это могут быть штанишки, но, в принципе, рекомендация одевать намного более удобную одежду, чем, например, комбинезоны. То есть одежда должна быть такой, которую очень легко снять, чтобы не было лишних заморочек, лишних деталей. То есть ребенку понадобилось туалет, или он начал писать, какать, мы быстренько эту всю одежду снимаем и высаживаем ребенка на горшок. Третий вариант, который также можно использовать, и который для себя выбрала я, это специальные тренировочные трусики. Мы для Рэма приобрели целый комплект из, по-моему, девяти пар трусиков, которые будут помогать немного ловить все, что будет из ребенка выходить, и что обычно попадает в памперс. Эти трусики, они многоразовые, их можно стирать, и они имеют небольшую такую прокладочку, чтобы ребенку было немного более, во-первых, ну, как-то так комфортно, наверное, ну, и чтобы, в принципе, в доме это было немного более гигиенично. Конечно же, здесь нужно думать, как мы хотим обучать. Кто-то говорит, что такие трусики, они могут создавать ощущение подгузника, и ребенок не будет на чему учиться. С другой стороны, ощущение от этих трусиков, оно отличается от того, когда ребенок одевает подгузники. И, в принципе, если стул и моча попадают в эти трусики, то у ребенка, который готов обучаться ходить на горшок, ощущения будут не самые приятные. По крайней мере, эти трусики не так сильно впитывают все это дело, как впитывают подгузники. И наша, на самом деле, задача научить ребенка ходить без подгузника, научить ребенка жить без подгузника и показать ему, что когда ты писаешь и какаешь просто в трусики или просто в штанишки, тогда это не самое приятное ощущение на свете. И со временем ребенок его начнет ощущать и начнет протестовать против того, чтобы в его трусиках было мокро или грязно от стула. У нас в доме есть и ковры, у нас в доме есть и мебель, по которой постоянно карабкается ребенок. Поэтому я все-таки решила более такой мягкий способ и более плавно его обучать. Поэтому начнем мы с таких тренировочных трусиков. И когда уже ребенок обильно пьет, ходит в тренировочных трусиках, либо галышом, либо в просто штанишках, кстати говоря, да, не упомянула, можно еще одевать просто на ребенка штаны. И таким образом получится, что вы будете видеть, во-первых, что он пописал, либо покакал. Ну, покакал, понятно, и по запаху мы поймем. Но, по крайней мере, все это дело также будет немного задерживаться в штанишках, естественно, по ножкам. Но, по крайней мере, сразу попадать на пол не будет. И это также более гигиенично, чем, например, пускать ребенка просто галышом бегать по дому. И когда уже, значит, ребенок обильно попил, когда он уже одет и должным образом, нужно ребенка во время обучения высаживать на горшок каждые 20-30 минут. И что очень важно, ребенка не нужно спрашивать, хочешь ли ты на горшок. Потому что, во-первых, маленький ребенок, скорее всего, вам не ответит на этот вопрос. Во-вторых, он не понимает, хочет он на горшок или не хочет на горшок. Здесь нет места мнению. Здесь мы просто ребенку говорим, сейчас время идти на горшочек, и мы просто ребенка этот горшок отводим и высаживаем. То есть мы не даем ему в этом вопросе право выбора, по крайней мере, на время обучения. То есть мы ему говорим о том, что сейчас мы пойдем и мы идем. И каждые 20-30 минут мы проделываем эту процедуру. И не важно, пописал ли ребенок, покакал ли ребенок, мы просто высаживаем, и мы также ребенка хвалим за то, что он сел на этот горшок, за то, что он родителей послушал. И на самом деле неважно, получилось ли покакать или пописать. Мы можем этот процесс превратить очень веселым. То есть когда в горшочке есть содержимое, мы ребенку объясняем, что вот это пи-пи, это кака. После того, как мы пописали, покакали, мы можем пользоваться туалетной бумагой, мы можем пользоваться влажными салфетками либо влажной туалетной бумагой и показывать ребенку, давать ему возможность самому отрывать кусочки бумаги, показывать, как нужно вытирать попу, как нужно следить за тем, чтобы все было чисто, сухо, перед тем, как снова надевать трусики либо штанишки. Потом мы можем брать содержимое горшочка и отправлять уже во взрослый туалет и говорить пока пи-пи, пока кака, позволять ребенку самому сливать воду. Это на 100% для ребенка будет очень веселым процессом. Также можно вовлекать игрушки, которые тоже в этом во всем участвуют, которые, грубо говоря, создают такой некий маленький театр. И вот у нас могут быть какие-то там ролевые игры, мы можем вести какие-то диалоги по поводу того, что произошло и куда отправляется пи-пи кака, чтобы ребенок, кстати говоря, не дай боже, не расстроился от того, что пи-пи кака отправились куда-то в унитаз, и он больше их не увидит. Также у самого горшочка можно разместить игрушки и книжки. Это для тех детей, которые не хотят сидеть на горшочке. То есть мы можем постараться ребенка увлечь разными интересными играми, чтобы добиться того, чтобы ребенок оставался на горшочке хотя бы недолгое время. И понятное дело, что может изначально не получаться. Ребенок может вскакивать. Вот, например, Рэм, сколько я уже так пыталась его посадить на горшок, не могу сказать, что он с большим удовольствием на нем сидит, и в принципе он на нем проводит время. Поэтому я думаю, что нам придется использовать разные ухищрения и какие-то методы в виде книжек, игрушек, чтобы ребенка увлечь и позаботиться о том, чтобы он все-таки посидел на этом горшке какое-то время, и чтобы он ощутил нужду сходить в туалет и на горшке реально это сделал. Опять же, если ребенок на горшочке посидел, но в туалет не сходил, не стоит ни в коем случае ребенка ругать, поскольку ругание, крик или там, не знаю, какие-то упреки в адрес ребенка, что он не выполнил задачу, они могут в нем создать отвращение к этому процессу, и в принципе он не захочет ходить в туалет, и вы будете очень-очень долго с этим вопросом мучиться. Здесь просто нужно объяснить, что ребенок растет, и его пи-пи и кака, они должны отправляться в горшочек, не в подгузник и не в штанишки или в трусики. Также, если говорить про гигиену, можно купить ступеньку, которая будет ребенку помогать легче добираться до умывальника и мыть руки после каждого посещения туалета. Здесь мы также должны думать о том, чтобы воспитывать в ребенке чистоплотность и учить его мыть руки каждый раз после того, как он сходил в туалет. Важно ребенка отводить в туалет после каждого приема пищи, поскольку пища, она тоже стимулирует и движение кишечника, и нужду сходить пописать. Поэтому после каждого приема пищи лучше ребенка также отвозить, высаживать, несмотря на то, что, может быть, не прошло еще 20-30 минут после последнего посещения в туалет. Также, если говорить про мотивацию и веселую игру, что еще мы можем сделать? Мы можем использовать маленькие разные объекты, которые можно поместить в горшочек, и, например, мальчики должны будут попасть своей струей по этим предметам. Также, кстати говоря, продаются очень смешные горшочки в виде писсуаров. Вот у моих знакомых, например, была лягушечка, и у нее был просто кручащийся элемент посередине, и если струей мальчик попадал по этому элементу, он просто-напросто начинал крутиться. Это может также помочь детям, которые не хотят ходить в туалет. Мы также можем поместить в горшочек какой-то окрашивающий материал, который будет окрашивать мочу. Например, ребенок подписал, и она превратилась в розовый цвет. Здесь могут помочь, может быть, даже пищевые какие-то красители, и просто ребенку будет интересно, если он сходит в туалет, какого же цвета будет горшочек после его визита. Хорошей мотивацией может служить награда. Я для своего ребенка не планирую в качестве награды использовать вкусняшки и еду в принципе, поскольку еда в качестве награды, она может в человеке уже во взрослой жизни развить такую неадекватную привязанность к еде. И каждый раз, когда он, например, будет чувствовать себя плохо, либо у него будет какая-то, не знаю, там депрессия или неудача, он может прибегать к своему холодильнику для того, чтобы эти негативные чувства заедать. Поэтому в качестве награды мы еду ребенку давать не будем. Вместо этого я буду использовать вот такой вот красивый календарик, в котором ребенок сможет при помощи наклеек отмечать каждый раз, когда он сходил в туалет. Что у нас здесь имеется? Значит, здесь у нас имеются разные разделы. Первое, что ребенок посидел на своем горшочке, он покакал, он пописал, он помыл руки и он не описывался ночью. Это, конечно же, уже когда ребенок подрастет. Также здесь есть звездочки, которые ребенку можно давать как награду, чтобы он их клеил, либо, например, на какие-то свои игрушки, либо, опять же, придумать, может быть, клеить вокруг этого календарика. Если ребенок немного старше и ближе уже к двум годам и способен больше понимать, ему за успешный поход в туалет можно выдавать вот такие вот, например, медали. Или значки. Ну, в принципе, каждый родитель может для себя определить, что он хочет использовать в качестве награды. И, понятное дело, самые творческие мамы, они могут сами смастерить некую какую-то доску почета, на которую ребенок будет клеить либо какие-то свои наклейки, либо вешать медальки за успешный поход в туалет. Что же с гуляниями во время обучения ребенка ходить на горшок? Мы планируем гулять вот эти две недели только вокруг дома и не дольше часа. В первые два-три дня уж точно. То есть это то время, которое ребенок может выдержать без похода в туалет. И, конечно же, перед каждым выходом погулять я буду высаживать ребенка, заботиться о том, чтобы он перед выходом сходил в туалет, чтобы у нас было больше шансов, что во время прогулки он не намочит свои штанишки. Важно это потому, что во время прогулки подгузник на ребенка одевать я не планирую. То есть если он сходит в туалет, то он будет мокрый. И нам придется возвращаться домой для того, чтобы ребенка приодеть. А для этого очень важно оставаться вблизи дома. Пока мой ребенок еще самостоятельно не выбирается из кроватки, на ночные и дневные сны я его буду укладывать в подгузники. То есть подгузник снимать я буду только в течение дня. Ближе к двум годам я уже планирую удалить из нашей кроватки или с переднего бортика нашей кроватки две планки, чтобы он уже самостоятельно мог выбираться из кроватки. И тогда, конечно же, мы уже будем снимать подгузники, будем учить ребенка даже в ночное время, если есть необходимость, выбираться и ходить на горшочек. Очень хорошим признаком того, что ребенок готов спать и ночью без подгузника, является тот факт, что подгузник с утра становится все более и более сухим. Это означает, что у ребенка появляется больший контроль над его телом. И, конечно же, когда ребенок будет спать свои первые ночи без подгузника, хорошей помощью является специальная простыня, которая не промокает. И даже если у ребенка случится недоразумение и он ночью описывается, то такая простыня со специальным непромокаемым слоем с внутренней стороны поможет позаботиться о том, чтобы его матрас не промок. Если я сейчас, начиная обучать своего ребенка ходить на горшок, пойму, что у нас не получается, ребенок не готов, или он сильно противится, и этот весь процесс из такой веселой игры для нас начинает превращаться просто в какую-то вот такую тяжбу и раздражение, то я этот процесс буду просто на месяц откладывать и через месяц буду пытаться снова ребенка обучить. В общем, в целом, в нашей семье у нас нет никакой спешки с этим процессом и нет никакой необходимости как можно быстрее ребенка обучить ходить на горшок, поскольку мы не торопимся его отдавать в садик, я не возвращаюсь никуда на работу, я в принципе остаюсь у ребенка, мы сейчас планируем вторую беременность, поэтому я вот прям на 100% мама, которая дома с детьми, поэтому в принципе у нас спешки нет, и я в общем думаю вот этот процесс весь в таком сильно расслабленном варианте начинать уже сейчас, но, как я уже сказала, если у нас не будет получаться, то я буду вот минимум на месяц его откладывать и потом повторно пытаться. Что касается наших выпусков на YouTube, процесс снимать не буду, потому что, ну, как-никак, это все-таки такой деликатный момент, и он касается моего ребенка, который ходит в туалет, и здесь мы, в общем, снимаем и штаны, и, ну, в общем, вопрос такой приватный, и он больше касается ребенка, нежели меня, поэтому буду вам в виде отчета рассказывать, как у нас дела, но такой предметный ролик, как мы именно проходим через этот процесс, я снимать не буду. Если у вас есть вопросы по этому поводу, или, может быть, что-то я упустила, пишите под этим видеороликом комментарии, пишите ваши вопросы, и также, подруги, пишите, пожалуйста, свой опыт, чтобы другие мамочки, и я в том числе, вы могли и у вас учиться, и у вас, может быть, брать какие-то очень полезные советы, которые помогали вам успешно обучать ваших детей ходить на горшок. Но с моей стороны сегодня все, я рассказала вам все, что я изучила пока по этому вопросу, в дальнейшем буду рассказывать, если узнаю что-то еще интересное. Ну, а на сегодня с вами прощаюсь и увидимся в следующем моем видеоролике. Субтитры сделал DimaTorzok